Для повышения финансовой письменности про опероваги без наявного разлика могилючанам рассказали подчас интерактивной акции «Чаровная карта». Ее удельники не только доведалися про околичности без наявных разликов, а лей и разыгрывали прызы с подробностями наши корреспонденты. От пополнения рахунку до оплаты разных послуг, навод без выхода с дома и для покупок празинтернет. Сегодня 99% от всех махчимых послуг можно оплатить картой. Их этот спис поширается. Теперь у Беларуси махчима оплачивать карткой проезд у такси, а я ще штрафы да и на место. Все по карточке. Тем более в условиях сейчас динаминации быстрее, наверное, привыкание пройдет к условиям новым. Ну, в магазинах постоянно. Телефон оплачиваем, интернет оплачиваем. Различиваться картой можно, а маль во всем свете. С уликом того, что все платежные системы закрыты, без наявной оплаты застается самой беспешной. Если вдруг случилось так, что у гражданина украли кошелек с наличными деньгами, очень маленькая вероятность того, что в лучшем случае вернут кошелек, деньги в ряд. Что касается, допустим, краж с карточек, то они стремятся к нулю. Порядка 30% операций у нас уже идут безналично с помощью банковской платежной карты. В принципе, это означает, что из 100 тысяч белорусских рублей 30 тысяч белорусских рублей в нынешних денежных знаках проходят безналичным путем. Пять лет назад, наверное, эта цифра колебалась до десяти, это точно. У интерактивной формы можно было доведаться про все околичности безнаявного разлика. За каждую разгаданную анаграмму, те правильный отказ, удельникам призначались опрызы. Когда бабушки-харточки стали полноценным платежным средством? 59-50. 50-й год, Антон, называется 60-й. Но, если мы имели в виду 50-е годы, 20-го столетия, вы абсолютно правы, Антон, забывайте эти банки аплодисфонды. А вот, как по удельнижить у лотереи, достатково было заполнить купон, иметь с собой квиток на безнаявный платеж. Катерина Балукова, Александр Тарасов, Новинрегион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова